Почему озеленители предпочитают однолетние растения? Чему научили фермеров из Югры в Голландии? Как связано тепличное хозяйство и инновационные технологии? Расскажем вам в нашей программе прямиком из Советского района. Два года назад мы были в гостях у компании «Алекс», компанией, которая занимается заготовкой и переработкой дикоросов в городе Советский. Стимулом для начала занятия дикоросами послужило изменение в программе по развитию агропромышленности в округе. Потому что до этих изменений были попытки, но поддержки не было, и эта отрасль не развивалась. Мы получили грант, выиграли грант районный, и из существующих площадей начали реконструкцию под цех переработки дикоросов. Александра Кузьмича с его уникальными соками и вареньем из дикоросов знают многие. А после нашего знакомства технология взрывания ягод вызвала у югорчан неподдельный интерес. На сегодня основным сырьем являются грусника, клюква, черника, голубика. Это те ягоды, которые у нас произрастают как в нашем районе, так и в соседних районах. И поэтому мы нацелены на основной объем, это вот по этим ягодам. Соответственно, параллельно мы заготавливаем, перерабатываем и другие ягоды, такие как морошка, малина, ну и так далее. Также используем и ресурсы соседних регионов. Это земляника, клубника лесная, вот Средловская область. Единственная в Югре, единственная в России производственная площадка. Уникальная технология кавитации ягод. Производство морсов и соков по суперполезной схеме. Без стопроцентной потери полезных свойств, витаминов и микроэлементов. Александр Швецов в очередной раз выставляет свою продукцию на выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в Ханты-Мансийске под торговой маркой «Сделано в Югре». На подхвате, как всегда, супруга Анна Александровна. Вы знаете, я ее тоже недавно стала смотреть, вашу программу. Она мне очень понравилась. И я все ваши выпуски после этого стала смотреть. Живо, с интересом все рассказывается. И очень-очень полезная информация. И вы знаете, так обширно захватываете тему, которой занимаются наши предприниматели. Спасибо вам большое. Вот так предпринимательский опыт супруга, выезды на различные выставки и ярмарки, а возможно и наша программа, подбила Анну Александровну на открытие своего небольшого производства, о котором супруги-предприниматели нам и рассказали. Тепличное хозяйство существует давно. Но было еще с советских времен, но в убогом состоянии, которое мы, если раньше ходили в сапогах, в грязи, то на сегодня вот ходят все в тапочках, работают в халатах. То есть культура производства поднялась, технологии тоже обновились, материалы тоже обновили, вот такие, как, например, карбонат, как монолитный, так и сотовый используем. Используем опыт как российский, так и зарубежный. Начинали мы сначала с маленьких объемов, конечно, не такие, как сейчас, если он город советский, у нас больше 60 тысяч цветов озеленения идет. Это мы по контракту должны высадить цветы всем объектам в городе советском. Количество видов и сортов цветущих сложно так сразу назвать поименно. Их разнообразие перевалило уже за три десятка. Питунья идет и махровая, низкорослая, там, лимба-мамба, потому что они же разные все, питунья. Низкорослая идет для оформления клумб. Средние 30-35 сантиметров, это уже вазоны. Контракты на озеленение городской территории разыгрываются между предпринимателями-озеленителями еще зимой. Анна Александровна горда тем, что уже не первый год. Именно они занимают первое место и поставляют саженцы в Урай, Нягонь. А в городе Советский посадочный материал не только высаживается на клумбы, но и обслуживается весь сезон по условиям контракта. Уход обязательно, уход, поливка, прополка, это обязательно до конца сентября. Потом убираем, да. И многолетники накрыть надо на зиму для сохранения на следующий год. Заниматься озеленением городов – это очень непростой бизнес. Во-первых, семена здесь высеиваются не собственного производства. То есть, когда цветочек отсвел, собрали семена, посеяли, пикировали. Нет, семена здесь закупаются, но это не из вредности какой-то. Это делается из-за того, что композиции цветов на городских клумбах, они согласовываются с заказчиком, допустим, с администрацией. Внешний круг фиолетовый, потом белый, розовый, голубой. И если цветок уже перецвел, если вы собрали семена, то никто не даст вам гарантии, что вы получите именно тот цвет, который был до. И понимаете, что композиция может не сложиться. То же самое касается многолетних цветов. Заниматься многолетниками, ну, такие как тюльпаны – это проблематично именно для композиций. Один куст может замерзнуть, не взойти, другой может рядом посеяться саженцами. И когда ты на следующий год подходишь к своей красивой, замечательной клумбе, в которой вложено столько любви и заботы, ты понимаешь, что с этим уже на этот год ничего просто не сделать. Общая площадь теплиц здесь составляет 2400 квадратных метров. Из них 1500 – это теплицы, оснащенные газовым отоплением и могут функционировать круглогодично. Еще 900 – это три отдельные летние теплицы, которые вводятся по мере необходимости в работу. В зимнее время маленькому хозяйству невыгодно задержать такие объемы. И функционирует совсем небольшое отделение, где в основном выращивается лук, как очень неприхотливое растение. А вот уже в феврале на больших площадях начинают зеленеть цветы – сотни, десятки, десятки тысяч цветов. Добавилась еще площадь у нас открытого грунта, который тоже мы планируем использовать как под овощные культуры, так и под декоративные растения, эти кустарниковые и деревья. Если овощные культуры, то для населения, для использования, то декоративные растения, декоративные кустарники и деревья мы планируем для зеленения территории, для городов, для дворовых территорий. Вообще за теплицами постоянный уход нужен, потому что где-то ураган прошел, ветер, у нас половина крыши поснимала. То есть снова крышу одевали, это было тоже начало июня. Заморозки, большие потери на клумбах пошли после заморозков, также замерзли бархатцы. И как казалось бы, сезон выращивания и высаживания цветов очень короткий, и теплицы должны пустовать. Но проходя из одного отделения в другое, мы видим и огурцы, и колосящийся зеленый лук, значит, не цветами одними живут на этом предприятии. Чтобы земля не простаивала, и чтобы не такие потери были по затрате, по содержанию теплиц, потому что это очень большие, вообще тепличное хозяйство, оно само по себе убыточное, конечно. И чтобы хоть немножечко поддержать, мы уже начинаем на эти же места после цветов, начинаем высаживать огурцы, помидоры. Выращивание других овощных культур более затратное. Но для населения перец, баклажаны, кабачки высаживаются и реализуются рассадой весной, не оптом, а в розницу. Мы занимаемся традиционным методом выращивания, то есть в земле выращиваем, но хотим внедрить и новую технологию, свою комбинированную технологию, то есть перейти на столы, ну, такие же столы, как, допустим, в Ярках, только не применять технологию голландскую, а применять свою технологию. Есть у нас и консультанты контрмансийские, которые нам готовы помочь. Есть предприятия, которые в технопарке, которые готовы помочь технологиями, разработками, исследованиями. И не только в технопарке, но и коллеги наши из других регионов. Переход на так называемые столы увеличит сезон сбора урожая и упростит его сбор. Облегчит уход, в том числе, речь идет о предотвращении болезни у растений. Ведь так будет намного проще – заменить землю в растении или же просто убрать один куст, не повредив другие. Бизнес-миссия с Голландией много нам дала. Мы узнали там о более новых разработках. Например, стекло с разным спектром преломления под разные культуры. Под огурцы одно стекло, под помидоры другое стекло. Но для того, чтобы развиваться, нужно вкладывать в материально-техническую базу. К сожалению, таких оборотных средств у нас мало. Мы не можем сделать реконструкцию тепличного хозяйства. Надеемся, что наше правительство окружно поможет в этом плане. Небольшое производство Анны Александровны очень сезонное. Подсчитать объем продукции за месяц невозможно. А вот общий за год – да. И в среднем объем общей овощной продукции составляет около 9 тонн в год. Во многом, конечно, нам помогает то, что мы занимаемся семейным бизнесом. Мы с супругой работаем, плюс у нас сын еще занимается, тоже помогает. Ну и подрастает молодое поколение. Взаимопомощь – это, конечно, хорошо. Но а как же кадры? Конечно, здесь без специалиста не обойтись. Для того, чтобы внедрять и новые технологии, использовать старые, нужен специалист высококвалифицированный, компетентный. Поэтому у нас есть актив в нашей группе компаний, которые постоянно работают круглогодично. В том числе и агроном. Агроном со стажем есть. Мы используем из безработных еще агрономов. Был у нас тоже, практиковался. Пытаемся завлечь и с других регионов. Ну вот пока не получается, потому что привлекательность нашего предприятия не настолько высока, чтобы завлечь. Но перспектива есть. Мы оптимисты, поэтому строим планы, перспективы. Есть планы, есть единомышленники, технологии и желание работать. А значит, все должно получиться. Чего мы и желаем компании «Алекс Плюс» и отдельно молодому предпринимателю Ани Швецовой. Вот так выглядит результат работы начинающего фермера и ее небольшой команды. Десятки тысяч саженцев, бутонов, буйства красок сегодня украшают города Югры. Это очень тяжелый труд, но это все сделано в советском и сделано в Югре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова